Здравия соратники! Кратенькое видео-обзор о человеке, который позволил себе комментарии на тему наших с моноотношений и просто у нас. Если раньше я говорил, что критика цельнозора это диагноз, то сейчас еще скажу, что это не только диагноз, но и тип человека. Я мог бы сказать, что это предательство. Но чем это является, судим сами. Для начала некий Мендер Свет Сердца. Вот такое обращение 20 мая 2021 года. Страткий обзор. Появился он 6 месяцев назад, как раз таки в мае. Странно. Появился как бы из ниоткуда, но уже сразу попал на стрим к Боброву, к раскрученному блогеру. Мало кто может попадать к нему на стрим, потому что желающих, допустим, постримить с известными блогерами много, чтобы раскрутить свой канал. И не все попадают, потому что нужно что-то из себя представлять. Вот с такой вот ерундой, как обращение Мендера с двумя роликами простенькими. 17, потом желание. Ну, все это можно делить на 3, поскольку это YouTube. Реальных людей там меньше. Очень много троллей смотрят с левых аккаунтов и так далее. Это нереальные люди, поэтому... Но, тем не менее, подозрительно, что он сразу попал к Бобровой кампании и почти сразу начал общаться с Владом Фридовым. Обо всякой фигне. Помощь светлых сил. Вот сиди, ничего не делай. Какая-то космическая федерация света тебя спасет. И так далее и тому подобное. И прочий бред. Да, Юлий Лир, понятно, астралионика. Он, в основном, там по небесной радости. Бог с ним. Ну, вот встреча на троих тоже о чем-то говорит. Ну, ладно. Само по себе это ничего не значит, что вот и сразу из ничего он пошел. Ну, вот одно из обращений. Третье по счету. Очередное обращение Мендера. Послушаем, что же он говорит. Это необходимо послушать, чтобы потом я дам вам еще кое-что послушать. И, я думаю, контраст и противоречие внутреннее в его словах будет всем очевидно. Слушаем. Вроде бы разумные слова. Да. По разумным, добрым, вечным. Хорошие, трогательные тексты пишет ему ложе. Просто вот. Чтобы тронуть душу. Чтобы мозги выключить, а вот обилием символов, там, свет сердца, теплота души и прочие хрени ни о чем, которые, ну, трогают эмоции, но не трогают сознание. Сключенным мозгом вот это вот все слушать невозможно. Потому что много вопросов возникает. Ну, давайте послушаем сначала вот эту его сразу обращение, а потом еще одно обращение. Которое, на мой взгляд, контрастирует с тем, что он говорит здесь. Именно то, что он скажет о нас с Моной, очень сильно будет идти в разрез с тем, что он здесь говорит. Вот буквально случайно я просто тронул одно из обращений и услышал такие слова. Думайте о каждом своем слове. Нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасывать в мир человек. Вся жизнь вечное движение, и это движение творят мысли человека. Слово, непростое сочетание букв. Даже если человек не знает ничего о тех силах, что носит в себе, и не думает, какие вулканы страстей и зла можно сотворить и пробудить неосторожно брошенным словом, даже тогда нет безнаказанно брошенных в мир слов. Берегитесь. Берегитесь пересудов не только на словах, но даже в мыслях старайтесь всегда. Всегда найти оправдание людям и пролить им в душу мир, хотя бы на одну ту минуту, когда вы с ними. Нет чудес ни в чем. Все, чего человек достигает, лишь та или иная степень знания, какой бы области не принадлежали видимые или невидимые глазу, постигаемые только мыслью и интуицией чудеса. Зачем возвращаться мыслями к прошлому? Дважды потерять прошлого нельзя. Зачем думать с ужасом о будущем, которого вы не знаете и которого еще нет? Потерять можно одно только настоящее, вот это летящее сейчас. А это зависит только от энергии, от жизнерадостности человека. Если вы не сумели дать человеку слова утешения, то потеряли счастливый момент. Не думайте о себе, разговаривая с людьми. Думайте о них. И вы больше не будете ни уставать, ни раздражаться. Я хочу всем вам выразить огромную благодарность, сердечную благодарность за ваш сердечный посыл любви, добра, света. Общие фразы-то это понятно. Любви, добра, света, благодарность. Фразы ни о чем. Да, они вроде бы правильные, но они эмоциональные, на разумные нагрузки позитивно никакой не несут. Самое главное. Вот здесь. Избегайте пересудов, плетен, будьте откровенны и старайтесь понять всех людей. Слово имеет огромный смысл и так далее. Ну вот еще раз послушаем ключевую фразу. Думайте о каждом своем слове. Нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасывать в мир человек. И смотрим, что он делает сам. Мило, благодарю вас. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Татьяна Николаевна Зиновьева, или, да, Зиновьева, вас благодарю также. И всем, всем-всем, кто несет пепло своих сердец, не только мне, но и всем спасибо вам большое за осознание. Итак, был вопрос по поводу Чаши Грааля. Что же это такое? Итак, я особо старался не ознакомиться с этой информацией через какие-либо информационные источники, в том числе и через книги Крыжановской, вроде как было сказано, что где-то в чате писали, что об этом было говоримо и в этих книгах. И я решил посмотреть оттуда. Что ж, Чаша Грааля, это, иначе говоря, Чаша Знаний и использовалась в одной из цивилизаций, некогда пребывающей на нашей планете. И нечто подобное есть в учении Владыка Шамбала. То есть это что-то, к чему приходит. Вот как можно... Ну, маленькая ремарка, это еще не к словам Аммонии и мне. Это просто маленькая ремарка, чуть ниже ткнул, ну, видимо, во благо. Как можно серьезно воспринимать человека, который с Владом Фридомом, так называемым, о федерациях света, которые нам помогут рассуждать, о владыках Шамбалы и о Чашах Грааля. Это уже о чем-то говорит, о том, что, наверное, у него те же самые зрители, что и у Викуськи, фантазерки абсолютно без критического мышления, которые живут эмоциями, красивыми фразами, которые на фразы вот любовь там или родственные половинки можно как-то поддеть. Ну, это их дело, я, собственно, не против. Пожалуйста, у каждой, наверное, человек найдет свою аудиторию. Смотрим, вспоминаем его фразы о том, что нужно избегать сплетен, понять любого человека и ободрить, и как-то прибодрить, приободрить и поддержать словом человека, ибо нужно быть в радости, опять же, избегая сплетен и пытаться понять. Ну вот, слушаем, что он сказал, в частности, у нас с Моной. И смотрим приемы НЛП, сразу автоматом отсекаем и смотрим, как хорошо пытаются поддеть, раскрыть и манипулировать. И кто ему написал, интересно этот текст. Слушаем. Что касается канала Цельнозора, этот вопрос прозвучал в одном из комментариев, который был написан 4 дня назад, если я не ошибаюсь, или 5 дней назад. И он не просто попался на глаза, я решил его добавить сегодня обязательно. Тянул 4 дня, чтобы были вкусы. Копил. Добре ночи, я задавал вопрос сегодня по поводу Цельнозора. Ну, сегодня был стрим, его обидел, что с рекоритория с Ирисолом Тарасом провели, как я понял, серию гипнозов, которые разоблачают его деятельность. И то, что он на том плане прямо на силу, и так они видели Цельнозора Мона. Я редко их смотрю. Но когда я первый раз увидел Мону Юцельнозора, подумал, что они смотрятся как родственные души. Но недели две назад, смотря один из сеансов, с Моной меня поразил ответ Ильи. Он спросил, ты видишь себя женой? Она сказала, что видит себя наложницей. На что он ответил, да какая разница? Меня аж переделывало от этой фразы. Я как-то не сильно следил за их деятельностью, так как меня очень смущал логотип, что этот логотип брали все его сторонники, кепки, футболки. И также, что происходит на канале Илья, все время пускал каких-то пантерок. И еще уже забыл о существе, потом ел какие-то шарики, все время боролся с какой-то королевой. И вот в сегодня время стрима стал говорить, что давайте призовем карму на Викторию Тараса. Как бы в ответ на то, что они устроили разборки с ним. Посмотрите, пожалуйста, две эти стороны. Ну, скажу так, я не собираюсь обсуждать, ну, как это говорится, разборки, но уже не первый раз спрашивают, собственно, по поводу деятельности Цельнозора. Я не стану ничего разоблачать. Я могу сказать, что однозначно ИМОНа и Илья кое-что умеют. В частности, ИМОНа даже не кое-что, нечто большее. Но, но, я не смотрел на отношения самой МОНа к Илье, это меня не касается, но если она хочет развиваться, ей однозначно нужен другой мастер. по поводу самого Ильи, он окутан лозами с острыми шипами. Человек мог бы воспринять это как то, что у него есть собственная защита, но на самом деле это действует в обратную сторону. И действует у нас со стороны негативных планов, интерферентов, которые к нему подключены ввиду его крайностей и всего остального, что из этого произстекает. Чего такое все остальное? Какие крайности? Собственно, добавить не больше ничего. Поэтому, то, что там всплывает ввиду совместной деятельности разных королев и прочего, это уже другой вопрос. Совместный директор с ним подключается. Но, я хочу сказать по поводу того, чтобы на кого-то направить карму. Это звучит крайне часто и многие этим пользуются. Таким моментом, как а давайте отправим там карму или что-то еще сделаем. Я уже об этом говорил и немножко это снова затрону, расширяя процесс получения кармы. Ладно, он уже немножко начал отвлекаться. Действительно, рекомендую посмотреть, как Мона и Михаил объясняют механизм кармы, скажем так, это некий закон, по которому действует что-то в нашей вселенной, энергетика, либо тонкий план, неважно. Это все равно, что как карма, как гравитация, она есть, независимо от того, как люди к этому относятся. это факт. Многие пытаются обойти, например, кон гравитации условный, да, очень условно обойти коном твердости воздуха, опереться на воздух, казалось бы, невозможно, тем не менее, есть аппараты тяжелее воздуха, они летают. Есть другие способы обойти притяжение и так далее. Это уже для специалистов. то есть кто как обходит карму, да, мы сейчас не об этом. Важен суть, важно кто ему написал это. На первый взгляд к сути якобы случайный человек задал вопрос и под дурочку она там косит вот так вот. А что думаете, а вот там Илья какие-то фигнюшки писал, кого-то куда-то посылал, с кем-то там боролся, но вот Виктория разоблачила его. Я там на тонком плане прямо насилую Мону. Озабоченная Вика, Викуська это конечно жжет. У нее я уже и хер и пиндер и кто угодно об этом я тоже делал кучу роликов. Ну ладно, вот казалось бы это просто вопрос ни о чем. Вопрос был еще раз давайте послушаем и смотрим как грамотно там все смешано в кучу. как грамотно все вырвано из контекста чтобы вызвать очень для тех кто не смотрит меня не понимает сути происходящего вызвать вот реальный негатив. Казалось бы просто ну вот чуть-чуть человек не договорил но очень грамотно специалисты по НЛП психологи подобрали и сформулировали вопрос так чтобы вызвать негатив и я даже сомневаюсь что этот вопрос кто-то ему прислал он четко сказал что он отложил этот вопрос копил как бы и дословно зачитал присылал ли ему кто-то этот вопрос либо специально обученные люди которые его поддерживают скажем так психологи поддерживают таких как он которые говорят что утверждают что нужно лишь настроиться на позитив ничему не сопротивляться внутри копить позитив настраиваться на высокие вибрации все произойдет саму хотя внешне он говорит абсолютно правильные вещи он может говорить правильные вещи там и про небесную радость и про уколы и про все остальное и про карму да вот основная позиция вот меня смущает несколько вещей первое очень грамотные вопросы и поддержки второе очень быстрая раскрученность помощью трех на мой взгляд странноватых каналов фридом бобров и астралионика которые каждый сам по себе в общем-то неплохие но они мягко говоря немножко не глубоко копают и не туда уводят и я могу это доказать и вообще сам мендер он не заявил никакую позицию собственно говоря кроме стримов он ничего не практически ничего не ведет то есть это все общение с людьми у него нет таких роликов как у меня допустим стримы 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 десятые срочный стрим двенадцатый пятнадцатый двадцать пятый и так далее в основном стримы 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 несколько обращений было в начале с такими общими фразами казалось бы ничего музыка лира то есть о чем канал я не могу сказать о чем канал о каких-то вознесенных владыках светлых душах но тем не менее он раскрутился теперь он раскрутился такой степени что он как бы не вникая на самом деле хорошо вникая те кто ему писал текст описали профессионал еще раз послушаем мнение хорошо написанный профессионалами текст как это открывается мнение людей ну кто особенно женщин ну кто же не откроется из женщин на такой термин как родственная душа близнецовое пламя родственная душа тоже не захочет статуса законной жены хотя речь там идет о другой вселенной там нет вообще понятия официального брака на тот момент даже на тюне если я не ошибаюсь там было 26 степеней скажем так пары духовный брак условно там уже когда престарелые там люди практически род они решают заниматься чем-то общим в великих домах и у них там есть какой-то духовный брак есть не не просто там наложницы есть просто обмен типа генетика особенная была просто женщину давали для того чтобы в том роду кто-то появился с этими чертами обменный какой-то брак но браком даже сложно назвать это варианты пары вот нашего понятия с пачканием паспорта вот это вот ЗАГСом вот этим бредом ЗАГСовым и у нас у нас есть и венчание и ЗАГС и гражданский брак так называемый и так далее а вот на этом играют вот как раскрыться на близнецовой пламени родственной душе это все же раскрывается а потом это все переводится в негатив еще раз послушаем как профессионально написан текст чтобы все открылись чтобы вызвать негатив и просто наблюдаем любуемся это как раз просто прелесть высший пилотаж когда типа под дурочку на самом деле текст написан по моим субъективным ощущениям масоном грамотным очень психологом который знает психологию женщин смог просчитать реакции и так собрать все в кучу вызвать негатив тем кто впервые слышит о Тельнозоре несмотря канал и это подается с безапелляционным таким опломбом от имени Мендера который сразу же ставит программку на разделение смотрим и анализируем он как бы противоречит себе он против пересудов он четко сказал это в обращении Мендера против сплетен но он этим сейчас занимается то есть его действия противоречат этому в то же время психологический прием все что сказано до слова но можно игнорировать суть идет после я тоже могу сказать в его стиле я ничего не знаю про Мендер и не хочу вмешиваться но и вывалить кучу говна как сделал он я более открыт и не буду маскироваться что мы я четко говорю свое мнение канал ни о чем канал масонский раскрученный другими странными каналами тоже без четкой тематики кроме пожалуй астралионики уводящими в сторону вылез из ниоткуда и сейчас без четкой позиции и рассуждает о каких-то предыдущих цивилизациях которые чашу крали как он мог библейскую легенду припихнуть к чужой цивилизации и так серьезно это все рассуждать просто у меня у меня вот так мозг сломать невозможно впихнуть невпихуем и соединить то что просто из разности от он как выпуклое добавляет темным библейская сказки он переносит на какую-то космическую сферу и записывает в наше прошлое одна из цивилизаций которая была на земле ну и смотрим все-таки как профессионально работает группа которая поддерживает и как он отвечает отвечает он тоже неспроста продуманный грамотный ответ он читает прям по бумажке вот видно потому что нужно четко держать формулировки которые пропитаны кодами образами и очень грамотно с точки зрения ЛП построены психологии слушаем еще раз и думаем это касается канала цельнозора этот вопрос прозвучал в одном из комментариев который был написан 4 дня назад если я не ошибаюсь или 5 дней назад и он мне просто попался на глаза я решил его добавить обязательно я вам сейчас его зачитаю чтобы вы были в курсе доброй ночи я задавал вопрос сегодня по поводу цельнозора но сегодня был стрим его обидело что слипер Виктория с регрессологом Тарасом провели кто сказал что меня это обидело зачем мне приписывать какие-то эмоции вот уже вброс от моего имени мне что-то приписывают для того чтобы слушающих женщин пробить на эмоциональность женщин общаются эмоциями и сразу раз так обидочку мне кинули приписали ну не связать с эмоцией меня это значит у женщин отклика не будет а если сказать что меня это обрадовало люди вскрылись и я решил их разобрать нет мне приписали обидку но мне кажется что приписывают то что у них внутри к чему обидку потому что у тех кто писал возможно если это писала женщина у самой где-то обидка или что но опять же слушаем дальше но вот так можно анализировать каждую фразу я поняла серию гипнозов которые разоблачали его деятельность и то что он на тонком плане прямо на это не гипноз как они видели своего слипера моно и ред какого своего слипера моно а виктория видела что я ну хорошо ладно как смотрю но когда первый раз увидела моно илью цельнозора подумала что они смотрятся как родственные души сразу открывашку есть такой термин на сленге психологов открывашку закинуть то есть дать что-то что люди примут и чему откроется эмоционально ну как вот родственные души это такой термин как этому не открыться надо же хорошо смотрится хорошая пара а вот тут уже после оттого как открыли начали принимать информацию которая идет эмоционально открылись идет какашка классика нлп но недели две назад смотри один из сеансов с моной меня поразил ответ ильи он спросил ты видишь себя женой она сказала что видит себя наложницей на что он ответил да какая разница меня аж передернуло от этой фразы главное что вместе вот сразу эмоции идет передернуло я как-то не сильно следила за их деятельностью так как меня очень смущал логотип что этот логотип брали не следила потому что смущал логотип каким образом логотип смущает то что люди берут вот ничего конкретного с точки зрения ничего сплошные эмоции то есть продуманная фразу для того чтобы отторгнуть женщин прежде всего которые эмоционально думают вызвать негатив эмоциональный разум он работает очень своеобразно и вот здесь это построено идеально то есть это просто классический учебник по тому как строить фразы открывашки недомолвки чтобы людей выводить выключать мозги на уровень эмоций вот это все что он делает это делается на уровне эмоций в основном для коллективного бесстанательного для влияния на коллективное бесстанательное через женщин с включенным мозгами его слушать невозможно у меня просто мозг клинет что за бред вот так но женщины которые его слушают на которых он и работает собственно на которых он впихивает всякую галиматью вроде викуськи к сожалению с ними это работает у мужчин и женщин другой тип мышления это как бы аксиома очевидно и думать что мы одинаковые ну это ломать себя и вот тут четко работа с женщинами точнее против женщин путем манипуляции их после его мышления смотрим дальше и анализируем чувствуем что происходит все его сторонники кепки футболки и также что происходит на канале я все время пускал каких-то пантерок и еще уже забыл о существ потом ел какие-то шарики все время боролся с какой-то королевой выясни сначала вот в сегодня время стрима он стал говорить что давайте призовем карму на Викторию Тараса как бы в ответ на то что они устроили разборки с ним ну как бы одно дело призывать карму а другое дело сарказм и просто немножко поюродствовать поражать надо Виктории что она там призываю карму да реально за все сделанное даже если как бы просто слова как сам Мендер сказал это не просто набор букв все нужно будет нести ответственность и за свои слова тоже за базар надо отвечать азы общения с разными людьми распальцованными из 90 за базар надо отвечать Алеша за базар все ответят и ты тоже и Виктория и та якобы подписчица которая тебе якобы этот непродуманный на самом деле очень хорошо продуманный вопрос прислала даже если ты искренне просто на это отвечаешь и не просек тролля который тебя сталкивает с другими блогерами и засыпает всякой фигней специально манипулирует тобой но это говорит о твоем уровне аналитики твоей аналитики которая охватывает разные чаши грааля но ни в коем случае не охватывает анализ текстов что тебе присылают а там много-много бывает манипуляшек и вот в чате цельнозора многие его используют многие тролли их банят админы уже все прекрасно научились вот такие манипуляшки просекать их просто видно и как-нибудь по ним можно сделать отдельный разбор ну и об этом даже есть статья на сайте цельнозора о том как пытались вот такими манипуляшками обкакать идею допустим квантовых помощников вызвать негатив то же самое такими же идеями сейчас и вбросами пытаются идею бифилярных катушек в гараже цельнозора вызвать негатив к тому чем мы занимаемся но это сложнее потому что люди сами чувствуют энергии позитивные оздоравливающие наполняющие но тем не менее пытаются тролли такие всплывают так вот непрошенный совет мендер анализируй то что тебе присылают и попробуй не вестись на потуги тех сил которые нас стравливают даже если ты скажем так не совсем с людьми а если совсем с людьми то отвечай за базар и следи за кармой что называется потому что никто не будет карма не будет слушать что вот я не знал не досмотрел если ты пошел против меня допустим то соответственно если ты решил ударить столб то столб ударит тебя в ответ даже если столб никакого движения не сделает это и называется карма если ты бьешь столб столб бьет тебя в ответ вот и все какое-то противодействие будет хотя внешне будет казаться что ничего не происходит но столб то будет мне кажется не виноватым послушаем дальше посмотрите пожалуйста две стороны ну скажу так я не собираюсь обсуждать ну как это говорится но ты это делаешь но уже не первый раз спрашивают собственно по поводу деятельности цельнозора я не стану ничего разоблачать я могу сказать тогда молчи что однозначно и Мона и Илья кое-что умеют в частности Мона даже не кое-что нечто большее чем ты замерял но добрый человек но я не смотрел на отношения самой Мона к Илье это меня не касается но если она хочет развиваться ей однозначно нужен другой мастер вот даже не знаю радоваться или печать с поводу того что он назвал меня мастером вот ты знаешь что надо Моне-то дружи что значит развиваться куда развиваться знаешь хоть кого-то кто вот близко к Моне стоит по возможностям по видению я со всей ответственностью заявляю никто на земле круче Моны не видит ничего уж тем более из обычных людей не подключенных к нашему врагу потому что у Роя только есть некоторые способности по видению но это скажем так способности завязаны на красной жидкости адренохромной скажем так но я бы не хотел чтобы люди я сильно против того чтобы такое видение как-то распространялось но даже такое видение это жалкое подобие того что видит Мона круче Мона не бывает и не тебе судить и развивать рот по поводу ее способностей ну поверь просто не тот уровень дружи ну пожать над тем над его потугами как он говорит ну я вот ничего не знаю но скажу я вот не буду судить но обосру в одном ролике он говорит слово это великое ценность просто так выпущенное нельзя просто так выпустить слова потому что прилетит что-то ну вот прилетает ты прав абсолютно а вот за внутренние противоречия тоже придется отвечать потому что левая рука борется справа ты людям говоришь одно а сам делаешь другое мне кажется это немножко не по-человечески и неправильно нет за тобой правды Алексей нету по поводу самого Ильи он окутан лозами с острыми шипами человек мог бы воспринять это как то что у него есть собственная защита но на самом деле это действует в обратную сторону какая же у меня защита и есть это со стороны негативных планов интерферентов которые к нему подключены ввиду его крайностей и всего остального что кто бы только не говорил насчет интерферентов уже очередь желающих приписать мне различных интерферентов Леш зеркало не виновата если ты видишь шипы ну вот это твое видение кто-то может увидеть ружки кто-то увидит тиндер но это все видение своеобразное чего только у меня не видели вот серьезно я и Яхва уже был и зеркало не виноват ты не думал что у меня некое зеркало стоит которое людям показывает их самих это некая такая супер защита люди смотрят на меня и видят себя или другой уровень но в любом случае это те уровни которые тебе недоступны ты увидел лазу с шипами но это значит ты такой если я не прав я готов обсуждать это давай поговорим легко пиши в личку померимся видением если хочешь ты похоже более занят получением бабла от слушательниц не очень критически мыслящих и анализирующих то что ты говоришь потому что я бы такое еще финансово одобрять не стал я я почему-то не прошу я почему-то не провожу денежные стримы по сборам потому что скоро единственное валютой будет лишь патроны я не говорю что людям не нужно сопротивляться и настраиваться на позитив потому что светлые силы нам как Влад Фридом и ты иногда эндюришь придут и всех спасут да нет не будет такого в общем достаточно на сегодня мне кажется послушаем еще немножко Алексея и сделаем вывод из этого произникает да еще можно сказать по поводу крайностей ну что ты что ли бескрайный Леш какие крайности ты имеешь ввиду и что из этого проистекает ну вот поясни будь добр я ж тупой я ж не понял ну подозреваю что он так и не сподобится что-то уяснить хотя я постараюсь ему это переслать либо уверен кто-то мир не без добрых троллей ютуб не без добрых троллей ютуб обязательно кто-то из троллей которые сталкивают постоянно между собой блогеров мол у этот круче вот на числа я пробивают а этот что-то сказал а этот то а этот все а у этого другое мнение и давай постоянно есть тролли которые постоянно сталкивают между собой блогеров пробивая по уязвимым местам у кого-то кто-то и так далее ну это мелкая грязня бог стихи забыли про нее важно что человек сам на это ведется вот алексей повелся алексей повелся с одной стороны казалось бы не продумано на мой взгляд все это очень хорошо продумано чтобы вызвать аудитории которая не сталкивалась со мной откровенный четкий негатив вырвав из контекста перевернув и подобрав все так чтобы я казался вот слабым негативом монстром это все вкладывается в канву разделения на смоной сначала века пыталась была однако скажем так конструкция одна диспозиция одна легенда за так что мы оба плохие это не сработало виктория жидко обкакалась появилась лида которая говорит что наоборот я хороший на моно плохая не сработало лидуська жидко обкакалась теперь другая ложа новую написала директиву и выдала вот в свет такое посмотреть как пройдет ну вот реагирую не пройдет теперь уже я плохой только омона вся хорошая но виктория тоже сначала говорила что нужны мону спасать от меня потом мы оба были научим пыталась не несколько вариантов сейчас вот еще старые песни о главном му не нужен другой мастер там а я весь такой в шипах какой-то и это не моя защита конечно да какая у меня защита раз говорил лучшая защита это ее отсутствие и вот у меня есть такая универсальная защита кто хочет может пробить ее пожалуйста ищите пробивайте аннигилируйте от бумеранга никто не убегал вперед я реально открыт если мне был открыт я уже не был бы жив лучшая защита это ее отсутствие то что этот человечек увидел какую-то защиту это говорит лишь еще раз о его комплексах и его проблемах ну и еще раз подтверждает то что это некий диагноз поскольку любая критика цельнозора тем более такая хитро продуманная под видом ни о чем это диагноз это еще один диагноз того что человек противоречит себе противоречит тому что он заявляет декларирует он декларировал одно отсутствие сплетен только позитив на деле он делает другое летние обсуждение пересуды негатив и куча гадостей и ни о чем как и весь его канал на мой взгляд какие-то шамбалы какие-то граали какая-то прочая хрень на мой взгляд очередной сектантский блокер вот и все я как бы его не смотрел но осуждаю да как в анекдоте пустите луиса скоро с карнавала то же самое здесь третий стрим раз уже 12 стрим все стримы я не осилю но не нужно пить все море чтобы понять что она соленая посмотрел действительно парочку и понял с чем имею дело пожалуйста всех людей с шамбалами и граалями высшими владыками возмещенными федерации света и прочим психическими расстройствами пожалуйста оставьте меня в покое у меня есть реальная ощущаемая работа скажем так вещи которые человек может проверить через ощущение это единственный вариант и проверить свое видение реальные психологические тонкие энергетические вещи которые я могу объяснить казать обосновать научно в общем смотрим канал цельнозор и работаем работаем прежде всего с собой потому что если хочешь жить нужно думать пули в нынешней войне они информационные вот одна из этих пулек она и прилетела и мы ее разобрали учимся разбирать эти пульки дальше самостоятельно а это просто еще одна калька пулька эко пулька копилку и назора роли они пока не иссякаем потому что хорошо враг спонсирует но годик осталось еще потом будет не до троллей добра готовимся